Это мой родной язык, тема презентации Microsoft Office Application via HTML plus JavaScript. Почему такая тема? Начнем с того вообще, как Microsoft Office интересен нам, как платформа. В данной презентации я рассмотрю больше то, что касается Word, Excel, PowerPoint и Outlook. Больше на первых трех, меньше на последнем. Несколько фактов, которые сами о себе говорят в Microsoft, как и о своем продукте в офисе. Ну, во-первых, это то, что больше, чем 1,2 миллиарда людей используют в офис. Вот, то есть это вот такой... Володь, что-то ты на мете. Сейчас начнет, что-то ничего. Вы хоть что-то слышали? Ладно, начну заново. В общем, во-первых, меня зовут Володя, я дотнет-разработчик, техлит. На самом проекте мы пишем адыны для Microsoft Office, но мы пишем не на адынах с HTML и JavaScript. Вот, поэтому мне было интересно посмотреть в сторону, а куда же, как же можно еще двигаться. Вот, собственно, про офис хотел рассказать, что это очень классная штука для того, чтобы писать для него программу, в том числе для самого себя. Почему? Потому что практически каждый седьмой человек в мире использует Microsoft Office. То есть это очень большой рынок, на котором можно работать и очень много людей будет потенциально пользоваться вашим приложением. Вот, это вот факты, которые про себя пишут Microsoft, то есть источник Microsoft. Я не знаю, насколько это правда, но, то есть Office 365 – 9,2 миллиона подписчиков, Office для iPad и Office, и для iPhone скачан больше 80 миллионов раз. Возникнет вопрос, а как адыны вообще касаются iPad и iPhone? Ну, касаются. Уже касается. Вот, какие есть варианты вот расширения Microsoft Office, то есть нам, как разработчикам, как может быть возможно, ну, расширить его под наши нужды. То есть, если пришел там клиент и говорит, там, мне нужно там интегрироваться с Microsoft Office определенным образом, то есть Word, Excel, PowerPoint, Project, Access, Outlook. То есть много разных вариантов, то есть они потенциально, вот у нас сейчас такой проект. Вот, какие есть варианты? В основном три сейчас. Это Office 1, бывшие Apps for Office, они их назвали Office 1 теперь. Visual Studio Tools for Microsoft Office, собственно, наш проект сейчас на вот этой технологии. И есть старый добрый Visual Basic for Applications. У всех них есть свои плюсы и минусы. Сейчас я покажу, как они вообще выглядят, когда пытаешься что-то расширить. То есть, вот это, например, Office 1, последний, собственно, то, что HTML и JavaScript. То есть, вот это посередке красненьким выделена карта. Это Content 1. Справа это TaskPane 1. То есть, это все HTML и JavaScript, который запускается внутри Excel. Вот это вот, видите, такая замечательная кнопка Apps for Office. Вот это вот, собственно, оно. Это то, что позволяет вам добавлять вот такие вот приложения в свои документы. Вот так вот, в принципе, выглядит расширение VSTO Visual Studio Tools for Office. Очень мощная штука. То есть, вот это можно показывать там свои диалоги, разные сложности и, как вы видите, понятности. Разный Ribbon Extensibility сюда тоже входит. Можно обращаться очень эффективно с моделью событий Microsoft Office. В общем, крутой, мощный инструмент, который позволяет очень сильно расширять приложение Microsoft Office. Но у него, опять же, есть свои недостатки. О них позже. Ну и старый добрый WBA. То есть, рекорд макро. Можно ему проиграть. Вот это там дизайнер Visual Basic for Applications. Visual Basic. Достаточно олдскольный вариант и потихоньку уходит в небытие в плане, ну, крупных каких-то разработок. Поэтому я сравню сейчас VSTO, как достаточно мощный инструмент, и Office 1, который относительно новый. То есть, с поддержки начиная. У VSTO это 2007 Plus Office. У Microsoft Office 1 это 2013 Plus. В чем здесь ниже их плюсы. Все равно, что есть у одного, нет у другого. У VSTO есть такая возможность interoperability с системой хорошая. То есть, в принципе, никто не мешает Office 1 обращаться к файловой системе, к реестру, ко всем делам. То есть, абсолютно легко интегрируется со средой пользователя. Этого у Office 1 нет. Они вот здесь, это, в принципе, тоже как плюс своего рода Sandbox. То есть, они работают в своей песочнице. Следовательно, это Enforced Security. И ваше приложение Office 1 вот такое вот не может напокастить чего. Он бегает внутри своего браузера, который рендерится в рамках Office приложения. Опять же, по платформам. В VSTO, он хоть и начиная с 2007, но он поддерживается только, по-моему, на Винде сейчас. На Mac так и нет. А Office 1, в свою очередь, они работают как, например, на Outlook for Mac, новый, который вышел. На Винде. Работают на Office 365 и на мобильных девайсах. Outlook Web Access for Android, например, for iPhone. То есть, вы, по сути, один код-бейс, то есть, одиннажды запаблишив вот это приложение со своим кодом, он реализуется на всех этих платформах. То есть, пользователь запустил Office 2013 Word, у него вылетел вот этот TaskPane Application, и он там что-то поделал. Запустил в Office 365 Word Editor. То же самое, ваш тоже на такой же ADIN, там же бегает. Это очень удобно. Что касается еще плюса Office ADIN, и потом плавно перейдем к плюсам VSTO и чем-то минус. Есть Store у Office ADIN. Что это дает? Это дает, как такая удобная платформа дистрибуции этих приложений. То есть, там, конечно, нужно получить аккаунт, все дела, там зарегистрироваться, запабличить это приложение, потом проанализировать через время выложить. Но это же и платформа для монетизации. То есть, там есть такая кнопочка Free, а есть Buy. И ваше приложение для Office можно купить. И, собственно, вот эта вот вся строчка, это вот возможность того, что это очень sandboxed, platform-dependent штука, которая позволяет разработчику удобно и быстро это делать, деплоить, но в то же время охраняет пользователя и пользовательский компьютер от всяких разных кривых рук. Что касается VSTO, плюс есть то, что не нужен интернет вообще, потенциально. Просто я перейду ближе к архитектуре вот этих офисов ADIN. Им все-таки в какой-то мере либо интернет, либо интернет им нужен, чтобы получить, собственно, HTML. HTML-страница хостится отдельно. Расскажу где. Ну и все-таки кастомизейшены пользовательского интерфейса у VSTO намного шире возможности. Тот же ribbon, тот же диалоги модальные. Office ADIN не разрешают модальные диалоги вообще. То есть там специально так сделано, чтобы вот эти вот ADIN максимально не блокали действие, взаимодействие пользователя системы. Это у них как основной принцип. Вот. Поэтому вот так по плюсам, по минусам. Ну в основном это плюсы как бы, но просто что есть у одного, нет у другого. Вот. В принципе готов прыгать дальше. Если вдруг сейчас возник какой-то вопрос по вот этому слайду, потому что он такой, закинутая информация. Если есть вопрос, задавайте. Если нет, поехали дальше. Раз, два, три, я поехал дальше. Расскажу, собственно, про Office ADIN. То есть тема операции Office ADIN что-то таки. Получается, Office ADIN состоит из двух ключевых компонентов. Это манифест и веб-страница с JavaScript. То есть манифест должен быть задеплоен в месте, о котором знает Microsoft Office. То есть это может быть Office Store, это может быть App Catalog SharePoint, это может быть Network Share. И все вот эти вот варианты деплоймента нормально, поддерживаются. И должен быть веб-сервер. Веб-сервер, на котором лежит ваша веб-страница с JavaScript. Один из плюсов то, что если это веб-страница, там поддерживаются, в принципе, все серверные языки программирования. Я имею в виду, что, ну, если это ASP.NET, например, Page, то он нормально ее там достучится, получит и все дела. То есть главное, чтобы там был специально подключенный JavaScript. Библиотека, которая позволяет работать с API Microsoft Office. Собственно, скрипав эти две вещи вместе, мы получаем приложение для Office. То есть типично это вот Hello World, такой вот он. TaskPaint Application, вот там манифест какой-то там, почти что-то там накидано, куча информации. Hello World. Hello World. Это достаточно для того, чтобы показать Hello World Application. Все. Срендерился HTML и погнали. Вот. Это вот такие вот Hello World. Как зачастую выглядит архитектура, может, вот такого вот решения для Microsoft Office. Ну, то есть сам Office Content это то, что мы не управляем, это то, с чем мы взаимодействуем. Ну, вот Office.js, собственно, нам помогает взаимодействовать с контентом приложений. Манифест, понятно. Есть HTML5 и CSS. Короче, HTML, CSS, JavaScript. Это то, что ваше приложение, по сути, есть. И дальше оно уже, там, коннектится, может, к разным сервисам, в интернете, на он-премисах что-то. То есть можно, в принципе, если это какая-то корпоративная система, то можно коннектиться к внутренним корпоративным ресурсам, которые не светятся наружу. Ну, и опять же, можно коннектиться к тому, что лежит где-то там на клауде в вебе. То есть, ну, просто как веб-страница. Главное, чтобы она была. Какие бывают типы одинов этих? Первый – это контент один. Вот так он приблизительно выглядит. То есть, создается там, рендерится формочка, на ней рендерится контент этого приложения. То есть, вот эта кнопка, которая позволяет его добавить. Вот приложение, которое, по сути, берет, считывает вот эти вот данные, которые здесь, и как-то их визуализирует на своей панели на JavaScript. То есть, берет цифры и отображает их, там, отображение по штатам в данной ситуации. То есть, зачастую есть мысль делать… Я, в принципе, расскажу про то, когда лучше использовать эти адыны и вообще какие сценарии их применения. В частности, вот сейчас, забегая наперед, контент один, он хорош, когда вам нужно работать с какими-то кусками полезной информации для пользователя внутри документа. Анализировать ее, как-то визуализировать это, добавлять детали к этому и получать вот такие вот… Расширять его experience, возможность, опять же, менять как-то сам контент. Где он поддерживается? Он поддерживается в Access Web, Cloud Access. В PowerPoint, Cloud и десктопный, и в Excel клаудном, в десктопном и в Excel для iPad. Поддерживается контент, аппликейшн. TaskPane, ADN. ADN, по сути, вот он. Справа появляется такая панелька, на которой рендерится ваш JavaScript. То есть, например, здесь это пример Translator. То есть, выделяется кусок текста и переводится там с языка Autodetect на испанский. Вот. И потом можно еще нажимаешь Add Translation to Document, он вставляет еще перевод в твой активный selection, например. То есть, вот так вот он выглядит. Где это доступно? Это доступно в Microsoft Project для десктоп. В PowerPoint для клауда и десктопа. Точно так же в Excel Word, Cloud Desktop. Плюс iPad. Тоже. Для Excel Word. И последний тип, это Mail ADN. Mail ADN, по сути, вот они вот так вот могут выглядеть. Рендерится в рамках вот этого view письма. В том числе, там есть возможность, там, как-то каким-то образом подсвечивать информацию внутри письма, показать карту дополнительно. Цена панелька здесь. Достаточно мощный инструмент. С Mail ADN хуже разбирался, поэтому больше много очень не скажу о них. Ну, в принципе, вот тоже для работы с Outlook очень хорошо. Почему очень хорошо? Потому что это поддерживается на очень широком спектре платформы. То есть это Web, Outlook for Web, Windows, iPad и даже Outlook for Mac. Вот. Что же является двигателем всего этого? Двигателем всего этого является JavaScript. Вот это вот такая замечательная вот диаграммка есть. Если зайти на MSD, но я ссылку дальше там в самом конце скинул, которая показывает объектную модель JavaScript. Оно классно сделает zoom in, zoom out. Очень здорово показывает взаимосвязи между компонентами. Что это касается, то есть это, например, вот фиолетовенький метод, типа что это касается. Content App и TaskPaint App. И support с Excel, PowerPoint, Project и Word. Достаточно удобно посмотреть взаимодействие API, что ты, в принципе, можешь теоретически достать и завязать. Так, я не знаю, сейчас спрячу презентит. В общем, одна из важных вещей, то есть, о чем я говорил, это то, что должны быть JavaScript-овые библиотеки, во-первых, Microsoft-а, во-вторых, должен вхоститься отдельно ваш application-сервер с HTML-ом и JavaScript-ом. И вот здесь расписан типичный workflow, как происходит лод адына, собственно, на платформу. То есть, первое, что юзер добавляет или добавляет приложение через эту кнопку на ebon, либо открывает документ с уже установленным приложением. После этого хост-аппликейшн читает манифест документа и пытает, когда он, манифест приложения, когда документ открывается или когда вставляется в приложение. После того, как это произошло, этот хост-аппликейшн открывает HTML-страницу в браузер-контроле. То есть, по сути, и контент-апп, и TaskPaint-апп — это браузер-контрол, который рендерит вашу веб-страницу. В это же время, после этого, происходят два параллельных события. Происходит загрузка Microsoft-овских библиотек, чтобы подгрузить runtime environment, и подгружается DOM, HTML, body всего вашего приложения. Поэтому есть два ивента, которые отрабатывают онлод и initialize, которые нужно только после того, как они отработали, вы, в принципе, можете начинать работать, ваше приложение может начать работать. Собственно, шестой пункт — address needs loaded. Вот это, собственно, как заставить вашу веб-страницу начать уметь работать с офисом. Просто взять и подключить в библиотеку. Это вот функция, которая отвечает за initialize приложение. Отдельно хочется отметить, что если ваше приложение было... Можно выяснить, определить, каким образом, собственно, был trigger and start, то есть first run можно отследить. То есть, например, если reason inserted — это значит, что приложение в первый раз вставляется пользователю, то есть там можно показать какой-то другой UI. Там, не знаю, логин какой-нибудь, там что-нибудь такое, то есть регистрацию или там instruction tips какие-то. Вот. Ну, если это уже не первый раз, то можно идти по другому flow. Я вот там раньше рассказывал, что все эти приложения, они как бы саппортят не всё. То есть кто-то что-то саппортит, кто-то что-то не саппортит. Как это определить? То есть можно проверять какие-то объекты, методы и specific enumerations на, по сути, в ife. То есть если этот метод поддерживается, то дальше код пойдёт. Если не поддерживается, значит не пойдёт. Ну и таким образом можно как бы определять функционал приложения своего, что оно может. Все вызовы в рамках JavaScript, который работает там, они синхронны. Поэтому вот иллюстрация этого, то есть как AppPage обрабатывают, то есть async read методы отрабатывают там уже, просто чтобы не блокать пользовательский интерфейс. Вот. По сути сделано. Ну там реализовано, насколько я помню, promises. То есть selection объект, там можно его получить и даже там работать с ним. Есть вот такие вот важные объекты вот этой модели. Это контекст. Из контекста вытягиваются там документ, сеттинги. Coercion type это, по сути, тип данных, с которым вы работаете. Поддерживается там текст, table и... Не xml. Забыл последний пункт. Надо было написать. Не писал. Ладно. Байдинг и документ. Документ, то есть куча пропертий, с которыми можно работать. В том числе есть возможность его полностью прочитать. И байдинг. Что такое байдинг? Это, по сути, стабильный объект контента в рамках документа. То есть его можно настроить тремя разными способами. То есть либо selection, либо заставить пользователя что-то выбрать. Либо там по имени, если на Excel можно указать range. И у байдинга можно, во-первых, делать сет контент, сет дейта вызывать. У него можно подписываться на его события, когда у него там контент внутри меняется. Подписываться тоже можно. Вот. Это важные объекты JavaScript, которые там есть. Permissions. В манифесте в своем надо всегда расписывать, какие Permissions вы хотите использовать. Ну, то есть какой функционал вы хотите использовать у себя в приложении. Потому что пользователя потом это accepted. Например, если вы хотите работать только с сеттингами. То есть минимальный уровень до Permissions это restricted. Он позволяет работать только с сеттингами. Сеттингс, по-моему, Roaming Settings для Mail.API. ReadDocument это все методы, которые направлены на чтение данных из документов. Кроме ReadAllDocument, ReadAllDocument позволяет получать еще информацию в виде OpenXML. Что дает OpenXML в отличие от текста? OpenXML дает всякие комментарии, кучу методанных в рамках самого документа. То есть не только сам контент его, но и куча служебной информации. Поэтому это немножко следующий уровень. Есть Write отдельно. Они тоже как бы рестриктивят их под множеством. А Write и Read не пересекаются. Вот Write это возможность записывать в разные объекты данных. Рерайт это самое могу делать, что хочу. В том числе для PowerPoint и Word. Это позволяет полностью считывать контент документа. И взять его куда-то, например, послать. Поэтому для него самые жесткие ограничения остаются. Собственно, паблишинг приложения. Первое это Content, TaskPainApp и MailApp. Всех их можно паблишить в Windows, вернее в Office Store. То есть этот Office Store, он отлично себе позволяет потом пользователю даже заплатить за ваше приложение. Но это нужно дополнительно иметь аккаунт у них на Microsoft создавать. TaskPain и ContentApp. Их можно депоить на SharePoint, App Catalog и на Windows Share. MailApp нельзя, но можно на Exchange. Это что касается паблишинга по Summary. Я так быстро, в принципе, прошел. Что касается Summary всего этого разработки с Office Одинами. Очень хорошая вещь в плане кроссплатформенности. Потому что, я так понимаю, что Microsoft будет дальше инвестировать в эту штуку. То есть VSTO остается VSTO. Но вот это вот интерфейс и потенциальные возможности изменения интерфейса приложения, они будут со временем расти. Что касается сценариев, по которым хорошо бы можно было использовать. Например, вам нужно менять контент документов. То есть находить какие-то типичные куски текста, делать постоянное преобразование, шаблоны. Постоянно получать какую-то актуальную информацию с веб-серверов. Например, вы выделяете фамилию, имя какого-то человека в документе. Уже на TaskPane Application уже показывается какой-то деталь о нем. То есть даже, не знаю, короткая биография. То есть это как master details, возможность работы. Для Outlook это мощный инструмент работы с контентом, имейлов и всячески. Вытягивать метаданные и показывать по ним важную пользователю информацию. Что еще хотел сказать насчет сценария. В принципе, все. Большое спасибо. Меня как-то очень быстро. Есть еще куча всяких полезных ссылок. В основном на MSDN. Если есть вопросы, задавайте. Если нет, то большое спасибо. Володя, это Михаил Степаняк. Ты сказал, что там JS-фреймворки, как правило, микрософтовские используются. Я так понимаю, это Knockout? Может, вы попробовали что-то там, Backbone или Angular? Или как вы размапливаете инстансы на FG? Не совсем так. Ты фреймворки можешь использовать вообще там, что хочешь. Главное, чтобы это была вебпейджа. И тебе просто, чтобы взаимодействовать с офисом самим, с его IP. Ну, то есть, если говорить об офис-приложении, как таковом, можете себе представить HTML5-приложение для Android, например, или iOS. То есть, в принципе, это тот же HTML и JavaScript, но там есть дополнительная библиотека, которая позволяет взаимодействовать с IP системой самой. То есть, ты можешь туда референсить Knockout, Backbone, Angular, что угодно. Вот. То есть, главное, только если ты хочешь работать уже конкретно с офисом, с документом, то тебе нужно зареференсить вот эту вот, по сути, библиотеку для работы с ним. Я ответил вопрос? Угу. Да, я, разумею, как-то. Вот. Еще раз, еще, кстати, хочу перепрыгнуть, там, я вскользь упомянул о лимитейшнах по availability, что там, если ты в офлайне. Ну, если у вас веб-сервер лежит где-то в интернете, и пользователь сейчас без интернета, то ваша HTML-страничка ни разу не загрузится. Но, есть, как бы, опять же, всякие local storage, все вот эти вот HTML5 возможности оффлайн хранения информации, они вам на вооружение. То есть, все стандартные. По сути, это браузер. Это браузер, который рендерит, ну, веб-страницы. Просто, этот браузер работает на Microsoft Office, на базе его, и позволяет что-то получить замену взаимодействия. А, в основном, данные продаются через RESTful-сервисы, или как? А это уже, как ты сделаешь, так и будет. Ага, ясно. Ну, то есть, советуют Microsoft, чтобы всякая авторизационная информация не лежала вот в сеттингах и вот в твоем локальном HTML-ке. Потому что, это, есть такая штука, есть объект settings у объектов, у документов. И, в принципе, одна из основных, там, рекомендаций, если вы хотите сохранить какие-то application-specific настройки, ну, per-document или, ну, на этом installation, то сохраните это в сеттинге. Ну, советую, там, например, свой, там, не знаю, access token, там, или какой-нибудь client secret, не держать там. Лучше их держать на вашем, вот, веб-приложении, которое где-то хвостится и там периодически получает. А какая модель общения у вас с этим, вашим, вот, веб-сервером? То есть, как вы получаете, там, динамический контент, с чем работает ваш Ajax, то ли это SOAP-сервисы, то ли это REST-сервисы, неважно, по сути. Поэтому, свобода, в плане пользовательского интерфейса, свобода, там, очень большая. То есть, ну, ограничено только, я не уверен, мне кажется, все-таки, что там Internet Explorer под капотом рендерит, то все. Ну, и, следовательно, из этого все дальше фляшат все ограниченные. Еще вопросы? Ну, в принципе, тогда у меня, наверное, все. Еще один вопрос. Каким образом сделано API самого доступа к документам, например, в Excel или Word, когда делаешь плагин, и нужно поменять документ, как это сделано, насколько это быстро работает? Ну, вот, например, вот есть главный объект, Office. Есть Office Context. Из контекста ты можешь получить документ. Из документа дальше ты можешь GetSelectionDataSync, SetSelectionDataSync. Я могу, в принципе, даже показать немножко, как оно. Благо, тут есть куча полезных, прикольных ссылок. Вот здесь классная статья Understanding JavaScript for Office. Сейчас. Ну, открой, пожалуйста. Не хочет. Сейчас. Там из этого объекта Office можно все, как бы, объекты получить? Потому что там, например, в обычном плагине можно там к Clipboard доступаться и вытягивать оттуда форматированные разные там диаграммы, например, и так дальше. То, что Office саппортит по дефолту через Clipboard, например, с Excel или Word перекидать таблицы. Как это можно вытянуть из JavaScript и в каком оно формате будет? Это OpenOffice XML какой-то будет или что-то другое JavaScript? Ну, это будет Office, если это работает конкретно с контентом самого документа, не с объектной моделью его, а с контентом. То есть объектная модель, все, что касается объектной модели Office, это, получается, через вот этот Office, . контекст, документ и так далее, и погнали. Все, что касается работы с контентом, это вот есть, я не знаю сейчас, ага. Вот есть binding, они, по сути, отвечают за работу с разными типами данных. Это text, matrix и table. Опять же, text может быть в разных форматах. Если я найду сейчас этот coercion type, то есть эти вот coercion type, они могут быть очень разных вариантов. Я просто, я не знаю, я не вставил его в приложение, в презентацию, но, наверное, надо было. Ну, в общем, есть html, данные разряжаются в виде html, матрица, open.xml, только в данном Word это. Есть slide range для PowerPoint, table и text. То есть это те варианты данных, те структуры данных, которых вы можете получить, в каком виде. То есть можно получить, в принципе, прочитать весь контент документа и вообще его полностью отправить куда бы то ни было. Например, вот есть пример, очень длинный и грустный, поэтому я не хотел кучу кода показывать, о том, как брать и отправлять файл. То есть, ну, вызывается документ getFileAsync, у него внутри там выдергиваются слайсы маленькие, вызывается getSlicEAsync. И уже после этого вот этот слайс делается send. То есть здесь, ну, здесь, по сути, там кусок данных энкодится в base.ch4 и отправляется джельсоном на сервак. То есть основная вот страничка, которая приведет к пониманию и счастью, вот это вот main page office.dance. По сути, она и есть, наверное, да. То есть здесь, в этом месте собрана вся документация, потому что у них есть, как выглядит создание. Кстати, можно взять и сразу же начать пробовать. То есть есть Napa. это, по сути, веб-среда разработки. Не, не хочу логиниться. Которая позволяет вам создавать приложения вот для офиса прямо в вебе и сразу же их тестить в Word Online и в Excel и PowerPoint Online. То есть оно там само решает, как хостить будет ваша веб-страница HTML, которую вы там напишете. Но, по сути, для вот такой, чтобы не запариваться, можно прямо от браузера начать девелопить. Visual Studio тоже можно. Там, как это все паблишится? Есть какой-то store, где можно расшарить свое приложение или это под конкретный аккаунт, например, там в сервер свой офис онлайн и он себе паблишит это приложение? Или можно зашарить в какой-то store microsoft, где могут другие компании его переиспользовать? Насчет вот то, что я говорил про NAPU, про вот этот веб-девелопмент. По сути, он паблишит temporarily на свой сервачок и это исключительно для дев необходимостей. Когда захотите, чтобы это работало реально в продакшене, вот есть варианты. То есть это corporate adding catalog, который на SharePoint. Это shared folder, про который знает офис. Я не читал, как его там четко нужно настраивать этот shared folder, чтобы его офис... Там, по сути, нужно класть манифест, чтобы офис... Ну, то есть, location манифестов. И когда уже эти манифесты там... Даже где-то красиво... Ага, вот. Оно вот так вот симпатично отображается. Когда ты insert up, нажимаешь на эту кнопку, появляется office store, internal directory, shared folder. И там переключаешься, можешь insert себе приложение. То есть, разворачивается оно так, на уже как у конечного пользователя. При этом, насколько я понимаю, это user-driven action. Не уверен, что можно прийти админу и сказать, что у всех должно стоять. Ответил на вопрос? Да. Хорошо. Работа с контентом уже касается того же Open XML. Это вы получаете... Вам главное этот контент получить, его переработать. Объектная модель. Вот. Есть вот эта вот understanding, вот эта вот замечательная штука. Зоомет. То есть, взял, приехал, там, файл. Size, slice count, close async, get slice async. Async результаты выдаются. Custom XML parts, add async, get by id, get by namespace. Там, settings, bindings. Вот у bindings есть add from named item, get all, get by id, release. Вот конкретно у binding можно получить там data change, selection change, set data, get data. И вот, ну, то есть, по сути, вот здесь вот описаны все возможности, которые у вас есть для взаимодействия с объектной моделью. А еще вопрос. Как насчет permission к доступу, например, к документу, там, например, в Outlook, к контактам и другой информации? Раньше у Microsoft не было никакой модели менеджмента permission. И если ты ставишь какую-то аппликуху, она может делать чуть ли не все, что только можно. Вот. А когда ты ставишь вот этот, например, какую-то аппликуху из стора, ты вообще не знаешь, что она там может делать. Отправить твои контакты куда-то на сервер и так дальше. Вот. И есть сейчас какие-то возможности показать, какие там permission используют приложение из стора. Ну, вот оно, по сути, оно может работать. Вот я сейчас смотрю по вот этой вот диаграмме. По сути, у тебя вот есть месседж, есть appointment, есть месседж. По-моему, все. Это item у тебя разбивается. Есть еще meeting request. И, по сути, вот то, о чем ты говоришь, что контакт и информация о нем, оно вытягивается через контакт. То есть это from, то есть ты можешь это получить только на уровне сообщения. Ты можешь как бы распарсить сообщение, но при коннектиться, вытянуть из золотлука что-то больше, чем то, что есть сообщение, ты не сможешь. То есть это, кстати, одна из больших разниц между Office 1 и VSTO. VSTO позволяет выполнять какие-то action на application level. То есть на уровне, там, Word'а в целом, Outlook'а в целом. А вот эти вот Office 1, они позволяют работать только на уровне документа. Следовательно, как бы для пользователя это плюс, что он более защищен, как бы в сэндбоксе таком. Потому что то, что поставит он такой один, то он ему ничего там не возьмет, его все контакты не пошлет куда-то. То есть такой один, например, как LinkedIn, контакты и прочее нельзя создать таким способом. То есть, чтобы, например, фотографии из LinkedIn'а мержились с твоими контактами в Outlook'е. Ну, ты можешь, там у них есть такое приложение и в экземплах, я не знаю, где оно сейчас лежит. Но, по сути, ты когда получаешь месседж, у тебя есть вот поле from. From – это твой email address details, в том числе email address. И ты по этому email address можешь взять запрос на LinkedIn и получить фоточку. И показать ее, где там тебе надо. Ну, а если я хочу, например, вычитать все контакты пользователя, измержить их контактами из другого, например, источника? Нет, нет, нет. То есть это возможно только на плагинах локальных, установленных на офисе в VSTO? Ну, еще как вариант, ты можешь, если у тебя есть доступ к эксченджу, если там это, например, крутится на эксчендже, на эксчендж сервере ты можешь через эксчендж сервер это получать. Ну, через API и эксчендж серверов. Ну, это как бы отдельная такая большая отрасль взаимодействия с эксченджем. И mail API там поддерживается, и у него веб API там другие. Ну, давно смотрел, не помню точно. Ну, то есть задача решаема, но не через эти ADN. Окей. Окей, спасибо. Пожалуйста. Может быть, у кого-то еще вопросы есть? Ну, если нет, то Женя. Окей. Ребята, если нет вопросов больше, то... ... ...